Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Карина Саяхова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. И в ФМК КФУ прошла всероссийская открытая акция «Толис диктат». Ученые ищут жизнь на Марсе. Участники военных действий поделились воспоминаниями о фронтовой жизни. В актовом зале Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук» состоялось заседание Объединенного ученого совета. В мероприятии принял участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Основной темой повестки дня стали выборы научного руководителя Федерального исследовательского центра «Казанского научного центра Академии наук». Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров провел очередное рабочее совещание с руководящим составом ВУЗа. Завершилось мероприятие на торжественной ноте. Сотрудники Казанского университета, представляющие прекрасную половину человечества, поздравили мужчин с наступающим Днем защитника Отечества. В поздравлении с Днем защитника Отечества принимают все мужчины и люди, связанные с военной службой. В честь праздника телеканал подготовил сюжет об участниках военных действий из Казанского университета. В разные годы участниками военных действий становились как работники, так и студенты ВУЗа. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло по разным оценкам от 720 до 800 человек. А свидетелями интернациональных войн стали 22 преподавателя. В память об ушедших на фронт ежегодно проводятся марши победы. Вернуться домой народным героям помогла хорошая физическая и моральная подготовка. Командир роты задал вопрос в свое время, когда распределяли уже по местам службы, задал вопрос, куда вы хотите. Но я беззадей мысли сказал, мне без разницы куда, только лишь бы теплее было. В два утра поднимает и до шести-семи вечера 25 километров полный футбол. То есть учили хорошо. Армейскую подготовку часто называют школой настоящего мужчины. К тем, кто прошел ее с честью и готов отдать долг Отечеству, формируется особое отношение. Когда вижу, что ребята служили в армии, мне к ним больше доверия. По жизни мне очень пригодилось, потому что когда видели, конечно, в служебном списке, что человек был на такой службе, то уже это было как рекомендация. Участники воин часто сталкивались с жестокой реальностью. Потери товарищей и урон, наносимый противнику, оставили на них свой отпечаток. Я помню тех ребят, с кем я был, но до Газня они, конечно, не доехали. То есть там произошла перестрелка, ну как можно назвать перестрелка, просто по машине ударили с гранатомета и практически все погибли. Кино вам показывают, чем больше как капусты нарубил бойцов, тем лучше. Это неправда. С той стороны хотят жить, и с этой стороны хотят жить. Перенесенные потери закалили характер участников военных действий. На их мужестве, силе и отваге во многом построено благополучие нашей страны. Поэтому День защитника Отечества стал национальным торжеством, восхваляющим боинскую доблесть. У нас прекрасная страна. Это страна, где мы родились, которая нас вырастила. И каждый из нас защитник Отечества на своем месте, делая посильный труд во благо Отечества. Телеканал «Универ-ТВ» поздравляет с Днем Боинской Славы всех мужчин и людей, связанных с военной службой. Ариадна Кугушева, Ленар Довлетяров, «Универ-Ньюз». Давно искали того, кто переведет вам инструкцию бытовой техники из Германии и объяснит смысл песен «Рамштайн»? Не переживайте, мы знаем, где его найти. Я люблю немецкий и буду писать «Толлес диктат». Даниил, ученик седьмого класса, слушает песни «Рамштайн» и мечтает уехать в Германию. Поэтому он здесь, на диктанте по-немецкому, который читает сам носитель языка. «Толлес диктат» проходит по всей России уже в девятый раз целью привлечения интереса к немецкому языку у взрослых и детей, а также укреплению связи между Германией и Россией. Каждый год количество участников увеличивается. В этом году приняло участие порядка 180 участников. Я считаю, что эта акция очень и очень полезна для развития немецкого языка и грамматических навыков. А для участников это прекрасная возможность погрузиться в немецкую литературу. На диктанте читали отрывок из романа Герхарда Завадского «Виаз Эйбс». Это история о жизни поволжских немцев, которая до недавнего времени была уничтожена. А восстановил ее профессор Гисенского университета, с которым сотрудничает КФУ. Так что если Даниил поступит в Институт филологии и межкультурной коммуникации, то сможет уехать на стажировку в Германии со второго курса. Мы об этом тоже рассказываем. Необходимо в Германии открыть уже счет. На мой взгляд, поездка в другую страну – это очень важное мероприятие, к которому нужно подходить осознанно. Поэтому, если есть некоторая неуверенность, мне кажется, лучше все-таки сначала накопить какой-то багаж, знания, умения, навыков, приобрести вот эту уверенность. И потом только заниматься организацией, участием в академических программах. Например, прийти на диктант, как Даниил и еще 180 любителей немецкого языка. Диктант мне очень понравился. Благодаря ему я узнал много нового о сибирских немцах. Также я смог потянуть и выучить некоторые слова. Результаты диктанта придут в марте. Даниил и другие участники акции получат сертификаты и разбор своих работ. Анастасия Васютина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Прошло 65 лет с тех пор, как люди начали говорить об освоении Марса. Когда-то Красная планета была похожа на Землю, поэтому ее изучение наиболее удобно и перспективно. Сейчас на четвертой планете от Солнца находятся сразу три миссии. Подробнее о каждой в нашем следующем сюжете. Первый аппарат Объединенных Арабских Эмиратов «Спутник Аль-Амаль» в переводе с арабского «Надежда». Занимается изучением погоды и климата. А полученные данные позволят составить первую карту марсианской атмосферы и погоды. Через четыре дня Марса отправилась китайская миссия «Тянь-Вин-Уан». В переводе с китайского языка это название очень интересных вопросов к небу, которая тоже стала первой в своем роде для Китайской Народной Республики. А с помощью вездехода будут искать залежи водяного льда китайские коллеги, где, возможно, живут бихробы. И, наконец, третья миссия — это американская Марс-2020 с вездеходом «Персеверанс», который 18 февраля успешно совершил посадку в районе кратера Езера на Марсе. До этой миссии четыре американских марсохода работали много лет на поверхности Марса. «Персеверанс» обладает самым насыщенным и высокоточным научным оборудованием. Веселье началось. Так отреагировали в НАСА на успешную посадку ровера. Если пойдет по плану, то марсоход несколько лет будет искать следы жизни на планете. И, возможно, впервые будет испытан марсианский вертолет. Уникальное совершенно оборудование для космических исследований и планетных исследований. Посадка марсохода проходила в несколько этапов и была уникальным научно-практическим достижением всего человечества. На рисунке можно увидеть, как с помощью парашюта и реактивных двигателей ему надо было погасить скорость с 20 тысяч километров в час до нуля. Так как атмосферы на планете нет, то обычные парашюты, стандарт охраны, не действуют. И с большой вероятностью марсоход мог бы разбиться, если бы не реактивные двигатели, специально приспособленные для такого типа посадок. Аппарат будет искать следы жизни, изучать геологию планеты, чтобы понять причины превращения Марса в сухую, холодную планету. Кроме того, на марсоходе будет проведен ряд научных экспериментов, полезных для возможных будущих экспедиций людей на планету Марс. Энджи Минибаева, Универтньюз. Такого холодного февраля не было с 2010 года. Устоявшаяся температура в минус 20 градусов приводит казанцев в недоумение. Мы узнали у нашего эксперта, с чем связаны морозы и ждать ли потепление. Вот уже несколько дней наш регион находится под влиянием холодной воздушной массы. Температура воздуха ниже нормы на 10-12 градусов. Что касается ближайших дней, на нас насчет оказывает влияние антициклон, который спустится к нам с севера и усилит похолодание. Если прогнозы гидрометцентра оправдаются, и последняя декада этого месяца будет иметь вот такой холодный характер погоды, то средняя температура февраля окажется около минус 15 градусов, при многолетней норме в минус 10 градусов. Говоря о том, насколько это рекордно, стоит отметить, что за последние 120 лет, таких лет с температурой ниже минус 15 градусов, было 23. Последний из таких случаев был в 2010 году, когда средняя температура февраля оказалась минус 16,8 градуса. До 26 февраля ожидается зимний характер погоды. Ночные температуры, в силу отсутствия облачности, смогут опускаться ниже 30 градусов. Так что с потеплением пока говорить рано. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюс. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!